Известный государственный деятель, дипломат, доктор политических наук Джумагул Сааданбеков в преддверии празднования Дня Независимости презентовал книгу под названием «Мы Кыргызы», написанной в жанре монографии. В книге автор представляет историю национальной идентичности кыргызского этноса, начиная от кочевого общества до периода независимого Кыргызстана. «В моей книге я постарался показать жизнь кыргызов, сравнивая с разными эпохами, так сказать, сделать анализ. Я постоянно слежу за новостями в интернете, так сказать, не отстаю от современности. Там в основном пишут, что много бедноты в стране. Я бы сказал другое. Посмотрите, как развиваются города, взять, например, Бишкек. За какие-то 10 лет выросли здания, построены новые улицы. А недавно был на Джайлё. Там домашней живности десятки тысяч. Даже в советское время столько не было. Я не побоюсь сказать, что даже у самого бедного есть как минимум несколько барашек и коров. Это о чём говорит? О том, что страна потихоньку развивается». Отметим, что в книге есть интересный раздел, приложение, где представлены портреты с описаниями выдающихся личностей, такие как Корчубек Акназаров, Мамбек Мамакеев, Суракан Кайназарова и другие. А также описаны разные мысли автора и мыслителей прошлого и настоящего времени. «Этот труд, мне кажется, его подэтаживает огромный отрезок его времени. У меня такое впечатление, что он многие годы работал над этой работой, накапливал труд, накапливал данные, накапливал взгляды, свои выводы. И всё это дело он выложил очень необъёмно, прекрасно изложенным на икрыском и русском языке эту работу». Джумагул Садамбеков известен ещё как опытный дипломат. Многие годы работал чрезвычайным послом в Казахстане, где удостоился различных правительственных наград. За годы дипломатической службы он написал известную свою книгу про первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Он ещё очень большой аналитик, философ-аналитик. И вот его работа, касается ли эта работа про Назарбаева, про Уссу Балиева, про Чунга Зайтматова. Вы посмотрите, он же рассматривает глубинную суть этих людей. Не просто вот отчёт о том, что они сделали и как они сделали, а что толкало, какая была ситуация, какая была обстановка, что они сделали для того, чтобы эта страна развивалась». Данная книга «Монография» представляет собой большую научную и познавательскую ценность для специалистов, изучающих историю Кыргызстана, политологию, социологию и предназначена широкому кругу читателей.